Игорь Поляков Игорь, расскажите, пожалуйста, нам, обычным людям, кто с этим не сталкивался, что такое заключение под стражу? Заключение под стражу – это одна из мер пресечения, которая избирается судом по инициативе следователя или дознавателя. Как правило, после возбуждения уголовного дела встает такой вопрос. Мер пресечения много, и подписка о невыезде, залог, еще ряд домашних арестов. Одной из суровых считается заключение под стражу. Когда люди говорят, что завели дело и посадили в тюрьму, имеется в виду, что возбуждено уголовное дело, и человек помещен в следственный изолятор, то есть заключен под стражу. Заключение под стражу избирается, как правило, на два месяца. Там есть нюансы, но общий срок – это два месяца. Я знаю случаи, когда люди находились под стражей годами. То есть сначала 18 месяцев на период следствия, потом дело передавали в суд, ему продлевали заключение под стражу. Затем дело по каким-то причинам возвращалось через прокурор опять на следствие, человек все это время находился под стражей. То есть я правильно понимаю, что человек до того, как будет вынесен какой-то вердикт, находится под стражей? То есть это такая временная мера пресечения, можно сказать. После как раз-таки этого уже проходит суд и принимается какое-либо решение, правильно? Совершенно верно. Не нужно путать меру пресечения с мерой наказания. Мера пресечения – это на период следствия или судебного разбирательства. Когда дело уже рассмотрено по существу, то суд уже выносит приговор и определяет меру наказания. Мера пресечения и мера наказания – это юридические термины разные. До 2002-2003 года, как правило, санкцию на арест, раньше заключение под стражу называлось арестом. Сейчас это домашний арест, другая мера пресечения. Но осталось по старинке арест-арест. Это заключение под стражу, сейчас правильнее говорить. Раньше санкцию на арест давал прокурор. И на самом деле порядка в этом отношении было больше. Но потом было решено законодателем, что, наверное, судебный контроль более эффективен за соблюдение конституционных прав граждан, в частности, права на свободу. И эти функции у прокурора изъяли. И санкции отныне на так называемый арест заключает под стражу суд, судья своим постановлением. Как показало время, все-таки это решение законодателя, это мнение было ошибкой. Почему? Ну, потому что, когда санкцию выдавал прокурор, он персонально унес ответственность за ее законность и незаконность. Поэтому, когда я приходил к прокурору, как к защитнику, так обосновывал, что не нужно заключать под стражу. Процессы такие, ну, это процессом-то не назовешь, это беседа была в кабинете у прокурора. Следователь, защитник, он выслушивал прокурор быстро всех по существу и принимал решение. Если решение было принято не с закона, конечно, его можно было в дальнейшем отменить. Но прокурор в любом случае всегда был ответственен за принятое решение. Соответственно, регулярное принятие незаконных решений и незаконное помещение людей под стражу могло закончиться для него не только карьерным каким-то ростом, но и какой-то дисциплинарной ответственностью, вплоть до лишения его должности занимаемой. Когда эти функции передали судам, то для них это просто дополнительная нагрузка. Судьи не хотят этим заниматься и отвлекаться, особенно судьи гражданские, которые не занимаются уголовным процессом, уголовными делами, им дают вот эти материалы рассматривать по заключению под стражу. Разумеется, пошло штампованное заключение под стражу, когда, чтобы защита не говорила, человек оказывается в изоляторе. Ну вот спустя несколько лет уже идут какие-то либерализационные процессы, судьи начали прислушиваться, порой отказывают следствию и оперативным структурам в заключении под стражу, берут, избирают другую меру пресечения, залог, домашний арест. Но в целом тенденция тоже с обвинительным уклоном, что следствие просит, не нужно мешать, значит, пускай сидит, думает. То есть под стражей в изоляторе. Слушайте, ну ведь это не совсем правильно. Получается, что человек не всегда, так скажем, может быть виновен тот человек, которого заключили под стражу. Бывают такие случаи, когда ошибается судья? Конечно, бывает. И регулярные постановления судов первой инстанции отменяются. Мы исходим из того, что, к сожалению, в нашей стране заключен под стражу может быть любой. У меня таких примеров вопиющего, не то чтобы беззакония, несправедливости масса. Насколько помню, одно из дел, давно уже было, было совершено убийство на крыльце одного из ночных клубов. Тут же начинается оперативно-следственный рейд по близлежащим домам. И одна пожилая, уже такая полусумасшедшая женщина, не знаю, что у них, вспышка в голове. Я думаю, это могли быть мои соседи-подростки. И основание этого у них. Ну просто потому, что они подростки. Да, они подростки, она зла на весь мир, на правительство, на все, что вокруг нее, и на молодежь. Потому что молодежь сейчас не такая, вот они в свои годы 70 лет назад были другие и были хорошие. Это не та молодежь. Разумеется, к ним пришли с обыском, как минимум. Ну повезло одному, он уехал, оказывается, до этого с родителями на дачу отдыхать, второй где-то на день рождения был, а третий сидит дома с родителями, уроки делает, там восьмиклассник ему 15 лет. Его в суд на заключение под стражу, так как он подозреваемый, против него говорит свидетель. Я, разумеется, возражал как мог. Я говорю, подождите, да вы посмотрите, это домашний ребенок, он как котенок испуганный. Он схватается за маму, за папу, мне уроки делает, завтра контрольная, я никуда не поеду. Дядя, что вы от меня хотите? Нет, вот пусть сидит. Я говорю, да так не делается, ну разберитесь сначала. Я кого-то убедил, думайте, нет, заключили под стражу. Благо через 10 дней нашли истинного преступника, убийцу, который вообще никакого отношения к этому подростку не имел. Другая история. Его выпустили, даже не извинившись. Но никто не подумал, какой шок испытывал вот этот молодой парень, пацан. Какой у него негатив будет на всю жизнь к нашей системе правоохранителя. В каком шоке находился его папа и мама. Это обычные люди. Да, у них не было возможности кому-то позвонить, сказать, поговори, убеди, чтобы не торопились. Поэтому парень оказался за решеткой. Слушайте, ну конечно, эта история поражает. А скажите, есть еще какие-то случаи, истории, может быть, из вашей практики, когда люди оказывались за решеткой? Давайте перефразирую. Есть категория, так скажем, заказных дел. Их очень много по стране, в том числе и во Владивостоке. Экономика, передел бизнеса. Конкуренты инициируют какое-то возбуждение дел. Или виды у сотрудников государственных органов на чей-то бизнес. Человека нужно изолировать предпринимателя. Соответственно, ему под разным предлогом возбуждают уголовное дело и заключают под стражу. Пока он сидит, разумеется, переписываются доли акций. Фирма-конкурент забирает его клиентов. А сама фирма, вот этого бизнесмена, банкротится. Это до такой степени вопиющие факты приняли массовый характер, что уполномоченные по правам предпринимателей Российской Федерации на контроле в последние годы держат всю ситуацию. Каждая возбуждение старается держать и просить отчет, в том числе и у адвокатов, у адвокатских региональных палат, отчет о количестве возбужденных дел, принятие участия адвокатам в отношении предпринимателей. То есть факты вопиющие, они просто носят массовый характер. Есть так называемая категория политических дел, условно политических. Понятно, что никакой реальной оппозиции, как в 20-е годы, почти 100 лет назад, уже нет. Но есть ситуации, когда какие-то федеральные чиновники федерального уровня видят так себе дело и хотят жертв. И разумеется, я не говорю про разнарядки, но по вертикали спускаются указания, должно быть возбуждено дело в отношении этого человека. Или этого человека привлечь к ответственности. Дальше все дело техники, потому что у нас никто не разбирается. Вы должны понимать, что в этой стране репрессировать человека легче, чем реабилитировать. Заключить под стражу легче, чем освободить. Поэтому дальше уже все, ты можешь писать какие угодно ходатайства, жалобы. Тебе будут отписки присылать на один абзац. Но комментировать их таким образом разбирайся наверху. Вот дело Гребнева Виктора Григорьевича, известного предпринимателя, который построил Золотой мост и основные постройки во Владивостоке и по краю, это его. Вот он был заключен в конечном итоге, не только под стражу, но меры взяли суда. Меры пресечения, у него был домашний арест, потом подписка. Сейчас его все-таки лишили свободы. Вот пример политического дела. Там вообще события преступления нет. Ему говорят о том, что, вменяют о том, что он похитил с космодрома 500 миллионов. А на самом деле, если читаешь дело, полтора миллиарда он взял кредитов, построил за свои деньги. Государство ему, по сути, не выплатило даже и части их. Заключение под стражу зачастую выгодно для того, чтобы использовать это как элемент психологического давления. Люди говорят, я готов подписать все бумаги, только не заключайте под стражу. Ну, то есть, велик еще страх после вот этих 20-30-х годов, когда лучше не связываться с системой. Никто не будет разбираться, накажут все равно, я подпишу, что хотите. Я такие фразы слышу постоянно на протяжении лет, десятилетий своей практики. Давайте я подпишу, только не заключайте под стражу. Вы должны исходить из того, что когда следователь подготовил документы под стражу, все, уже включилась красная кнопка. По сути, реанимация. Нужно делать все возможное, чтобы там не оказаться. Иначе, если человек пойдет в суд, да я там докажу, я невиновен, он понимает, что там формальный подход. Там не рассматривается вопрос его виновности, невиновности. Там рассматривается только вопрос, заключать под стражу на период следствия или не заключать. И здесь уже нужно мастерство адвоката, который специализируется на данной категории уголовных дел, вот на этих материалах стражных, чтобы понимать, как противостоять атакам следствия и прокурора, который всегда на стороне следствия. Получается, что практически любой человек в нашей стране может оказаться под стражей. А вот из этого вытекает следующий вопрос. А если человек болен, есть какое-то снисходительное отношение к нему или же нет? Ну, есть перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей или отбытию наказания. Но там не говорится о том, что это препятствие для заключения под стражу. Я знаю случаи, когда люди находятся в состоянии здоровья тяжелом и продолжаются держаться под стражей. Инвалиды. И без ноги, и без руки. У меня был в практике слепой. Одного глаза нет, второй там, не знаю, там минус 7, наверное. Они выпили где-то на подряде с приятелем. Упились. Хотелось, один уснул приятель со своими инструментами. Этому захотелось продолжить веселье. Он взял эту дрель, сдал в ларек, получил чекушку, допил, уснул. На утром выяснение отношений. Приятель со злобой написал заявление. Вот этого инвалида заключили под стражу. Он сидел полгода под стражей. Суд, разумеется, ограничился отсиженным. Ему дали условный срок наказания. И потерпевшего уже не нашли. Он куда-то уехал на заработки. И дрель, как выяснилось, старая, разваленная, режимы не переключаются. То есть у него нет материальной ценности. Человек непонятно за что сидел. Но он сидел полгода. Недавний относительно случай. Человек с тяжелыми болезнями, с одной почкой, и та плохо работала. Так его пять раз пытались заключать под стражу. Но в конечном итоге, когда было видно, что ему уже плохо-плохо, он там откровенно умрет. Тогда вот избрали иную меру пресечения. Домашний рест. Мы должны все понимать, нет у нас никаких прав. Это все декларация. Когда особенно вмешивается правоохранительная система, о здоровье человека никто не говорит. Если он окажется под стражей, я слышал и такие фразы, да пусть умрет, легче будет. Потому что дело проблемное, так вот прекратим за смертью. То есть в нашей стране, как я уже говорил, за смертью обвиняемого, который не смог добиться своей невиновности, доказать ее, все тут же проблемы устраняются автоматически. Дело прекращается и все. Но он остается, разумеется, обвиняемым, просто умер. То есть обвинение не снимается с него. Как я уже обратил ваше внимание, когда человека заключают под стражу, там задача его вытащить порой, потому что его болезни, они под угрозу ставят жизнь. То, что люди оставляют в изоляторе свое здоровье, это вообще факт уже общеизвестный. То есть там от всех болезней анальгин. У тебя язва открылась, анальгин. У тебя флюс на зубе гной с рта идет, анальгин. У тебя живот болит, подозрение на аппендицию, это анальгин. У тебя артериальное давление зашкаливает, голова раскалывается, сосуды полопались в глазах, анальгин. Это не потому, что сотрудники изолятора или руководства ГУФСИНа, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, там злые люди, нет. Они просто финансируются по остаточному принципу, так же, как и вот эти больницы при изоляторах. Поэтому они все, что могут, в какой, так скажем, в каких размерах идет финансирование или медикаменты поступают, то они и предоставляют. Но перечень оказания медицинской помощи, он крайне ограничен, он по сути средневековый. То есть вода, там какая-то таблетка, а остальное, вот выживание твое, выживешь, выживешь. Почему там их хоронят регулярно, вывозят груз 200? Потому что особенно в июле, когда духота у людей, здоровье рушится, и помощь им никто не оказывает. Игорь, слушаешь вас и немножко волосы, да, вот дыбом встают, мягко говоря. А бывает ли такое, что вот совершенно невиновного человека садят в СИЗО? Ну, совершенно невиновного не садят, но делают, создают условия, что создается у суда видимость, что он виновен. Давайте скажу по-другому. Человеку как бы переводят статус подозреваемого и обвиняемого, далее подготовят документы, но когда люди читают их, они действительно ужасаются. Там такое написано. На самом деле это канцелярский отработанный язык. То есть это бюрократический стиль, которым можно написать о нас с вами, условно говоря, как о героях и тут же как-то о подлецах. То же самое невиновен и виновен. Поэтому когда документы заходят в суд, там такое расписано, такие ужастики. То есть переписаны, зачастую переписаны просто с уголовно-профессионального кодекса. Нужно избрать меру пресечения, заключения под стражу, потому что обвиняемый такой-то может скрыться от следствия, может оказывать давление на свидетелей, может продолжить заниматься преступной деятельностью, может иным образом воспрепятствовать установлению истинных подел. То есть это фразы-клише «может, может, может». И на это когда возражаешь, а может и не может, как вы обоснуете их, докажите. Как правило, никто ничего не доказывает. Вот переписали этих, особенно раньше. Просто переписывают вот эту статью, и этого достаточно, чтобы российского человека отвезти и поместить в изолятор. Как вы с этим боретесь? Это же ваша работа. Для этого и состоит мастерство адвоката, чтобы из вот этой массы людей, которые как головастики в ручье по течению идут в изолятор, вырвать кого-то, доказать, зачем вы это делаете. И как потом выясняется, проходят месяцы, что и правильно сделали, потому что обвинение не подтвердилось. А человек не находился под стражей. Хорошо. Раз уж мы коснулись темы именно вашей работы, то становится интересно, а как проходит сам процесс заключения под стражу? Какие здесь нюансы? Ну, нюансов много. Я скажу так. Процесс проходит, как и обычное уголовное дело. По фильмам мы видим, по каким-то передачам. Но только в миниатюре. То есть он не длится неделями и годами, месяцами, а буквально в течение нескольких часов это все проходит. И также прокурор, также адвокат, состязательный сторон. И нужно адвокату проявлять мастерство, свой опыт, чтобы за вот этот короткий период времени убедить суд не заключать человека под стражу. Вот одно из недавних дел у меня, когда я был возмущен, а я схожу из того, что хорошему адвокату всегда есть что сказать, возразить следователю и прокурору. То есть заключают человека под стражу, он действительно совершил это преступление. И он говорит, ну, если надо посидеть под стражей в изоляторе, то, конечно, вам виднее, вы люди грамотные, умные, я человек не сведущий. Адвокат, адвокатеса, ну, она основная была. Меня пригласили исключительно на вот меру пресечения. Я вторым номером, условно говоря. Она встает, ну, я поддерживаю своего доверителя. Раз это его воля посидеть под стражей, то, конечно же, я только... Не могу возражать, я только за. Конечно же, в такой ситуации я возражал. Я говорил, позвольте, извините, на каком основании? Ну, начал исследовать материалы дела. Я к чему это говорю? То есть, какой бы человек не совершил преступление, адвокат должен на его стороне быть, потому что это конституционная наша обязанность. И всегда добиваться, чтобы избрали иную альтернативную меру пресечения. Пусть это будет домашний арест со всеми максимальными ограничениями. Игорь, скажите, а есть ли такие нюансы в судах, которые нужно знать, ну, вот, абсолютно любому человеку? Вот мы говорим про суды, когда рассматривают вот эти материалы заключения под стражей. Да, конечно, есть ряд спецификов в этих делах. Ну, во-первых, это обвинительный уклон, такой же тренд. То есть, если человек не будет сопротивляться, как вот этот зверек заглядый в угол, он через несколько часов уже окажется на нарах. То есть, и обвинительный уклон, вот этот, он очень характерен для наших судов. Вот один из случаев у меня был, когда люди прибегают искренне и недоумевают, как так. То есть, обвиняемый, то есть, их родственник пошел в суд с уверенностью, что он сейчас убедит судью, что заключать под стражу не надо, так как есть к тому основание, чтобы он остался на свободе. Ох, заключили под стражу. И это неправильно. Человек должен понимать, что он сам там не справится. Там только грамотный адвокат должен за него работать. Он сам там не воин, он не сталкер, он не пройдет вот эти вот нюансы, вот эти вот рубиконы какие-то. Здесь своя формалистика, своя специфика. Дальше мы должны понимать, что это процессы краткосрочные. Я знаю процессы рекордсмены, зачастую 15 минут и все. У меня таких дел нет. Они у меня могут часами проходить. Но есть ситуации, когда люди искренне считают, что адвокату виднее. А адвокат молчит, человек молчит, вот прочитали ходатайство, вопросов нет. То есть заключили под стражу. Нужно сопротивляться. И вот в эти небольшие временные периоды, сколько это, час, два, три процесса, нужно, как правило, грамотно исследовать документы, обратить внимание суда на какие-то моменты, которые очень важны для того, чтобы решение не принято было, заключить человека под стражу. Далее, если следователь вышел с этой инициативой, подготовлено ходатайство, согласовано с руководством материала в суде, тогда нужно исходить не только из худшего, нужно же готовиться к борьбе. И поэтому нужно собрать тут же характеристики, медицинские документы состояния и здоровья, какие-то благодарственные письма, грамоты. То есть так называемый положительно характеризующий материал. Это все нужно представить. У меня тоже был случай, когда люди пришли, когда люди жаловались на коллегу, на адвоката. Вот пришли в суд, человека заключили под стражу, а судья ей говорит, а вы все хорошо говорите, а документы где? Они даже не подумали, эти документы представите. В быту достаточно какого-то устного, устной беседы, сообщения, и тебе поверили. В суде только слушают документы. Вот следователь представил документы, защиту должна представить документы. Слова это не проверишь. Игорь, я правильно понимаю, что в таких вопросах у адвоката должна быть своя такая тонкая специализация? Потому что адвокатов много, но далеко не все настоящие профессионалы в этом деле. Да, конечно, это можно называть условно подспециализацией такой. Здесь тоже нужно обладать определенными знаниями, чтобы оказать человеку максимальную помощь, когда решается вопрос с его свободой. Или заключен будет под стражу, или нет. Вот приведу пример характерный. У обвиняемого несколько адвокатов. Приходят на вот такой суд, мини-суд. Один адвокат его друг, но он цивилист, то есть по гражданским делам корпоративный юрист. Второй адвокат вроде бы уголовный, но не наработал еще практику по таким материалам стражным. И адвокат, который профессионально долго этим занимается. Вы поверьте, вот в процессе это так наглядно. Такой виден контраст. Первый вообще молчит. Не потому, что он глупый человек. Он грамотный, но это не его стихия. Он, ну рыбу вытащи на сушу. Она же не кистеперая, что будет, или какая там... Нам с лапами передвигается. Это не его стихия, он молчит. Второй сказал два слова, тоже молчит. Но только третий работает. То есть мы должны понимать, что когда идет вопрос о судьбе, здесь нужно забыть про друзей и приятелей. Нужно выбрать того, который максимально эффективно реализует твои права. Право на участие в процессе. И доказывание, если это основной суд невиновности, или, соответственно, если это стражные материалы, доказывание отсутствия у следователя оснований и обоснований для заключения под стражу. От этого зависит судьба человека, порой и жизнь. Игорь, спасибо вам за очень интересный эфир. На самом деле тема актуальная. Я даже не думала, что настолько. И, уважаемые зрители, пожалуйста, еще раз пересмотрите этот эфир в интернете. Послушайте внимательно. Потому что, к сожалению, это может коснуться каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова